В Твери состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Союза машиностроителей России и станцией переливания крови. Участники церемонии не сомневаются, что документ позволит сотрудникам предприятия еще более масштабно участвовать в донорском движении. Мастер производственного участка Павел Липатов уже в 37-й раз пришел на станцию переливания крови. Для получения звания почетного донора осталось всего три раза принять участие в такой процедуре. На вопрос, зачем он это делает, отвечает просто. Зов души, наверное, помогать кому-то. Иногда позванивают и просят, что надо прийти, нужна кровь. Как можно отказать в таком деле? Вдруг кому-то это надо. В это же самое утро, когда сотрудники двух машиностроительных предприятий Тверского вагона строительного завода и КСК пришли сдавать кровь, в заводу управления ТВЗ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Союза машиностроителей России и Тверской областной станцией переливания крови. Тверское региональное отделение уже подписывает второе соглашение на протяжении нескольких последних лет. В феврале 2020 года было подписано подобное соглашение с областной клинической больницей. Работники предприятий Тверского регионального отделения выступают активными донорами. Главврач станции также отметил важность этого соглашения. Ведь Тверской вагонзавод и КСК – это крупнейшие предприятия региона с огромным штатом сотрудников. И среди них немало доноров с большим опытом и стажем. Мы сегодня действительно присутствуем при знаменательном событии возрождения корпоративного донорства в Тверской области. Потому что сейчас идет возрождение корпоративного донорства по всей России. И должен сказать, что корпоративное донорство позволяет донору получить большие социальные гарантии, которые гарантируют государство. Ежегодно в Тверской области кровь сдают около 8 тысяч человек. Соглашение, подписанное между Тверским региональным отделением «Союзмаш-России» и Тверским областным центром переливания крови, безусловно, благотворно повлияет на выполнение государственного задания от Минздрава по обеспечению медучреждения компонентами крови, которое на станции составляет 6,5 тонн крови в год. Субтитры создавал DimaTorzok